Козероги, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лекцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить Тараскоп на мае 2018 года. Работать мы сегодня будем с замечательной колодой. Универсальная фантастическая Таро. Хочу сразу, скажем так, ответить на ряд ваших вопросов или замечаний. А именно, когда в Тараскопе, либо в раскладе падает больше половины перевернутых карт, и вы начинаете мне рассказывать о том, что я либо не тасовала колоду, либо не умею держать колоду, либо в целом не умею держать карты в руках. Ребята, я работаю как на прямых, так и на перевернутых арканах. Поэтому если карты легли таким образом, значит это необходимо. Причем необходимо в первую очередь вам. Дабы не было никаких у вас сомнений по поводу тасовки колоды, карты я мешаю при вас, для тех, у кого остаются сомнения по этому поводу. При вас их собираю, при вас их буду тасовать. Значит, хочу напомнить, что Тараскоп является общим. Он не может для всех проиграться однозначно. Это во-первых. Во-вторых, многим из нас необходимо смотреть Тараскопы еще по асциденту своего знака в натальной карте. Поэтому учитывайте, пожалуйста, и эти моменты. Настраивайтесь на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения, чтобы вы могли прочувствовать карты, карты могли считать с вас информационный поток. И давайте смотреть, о чем же вам говорят арканы. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Давайте смотреть. А у вас здесь падает король кубков. Особенно это будет актуально для девушек. Значит, май месяц у вас будет под эгидой, либо под влиянием мужчины водной стихии, а именно это рак, скорпион или рыбы. Либо же в целом будет атмосфера любви, влюбленности, романтизма, какого-то кутюжа, приятного времяпрепровождения, потому что король кубков, он всегда располагает к эмоциям, эмоциональному времяпрепровождению, эмоциональную вовлеченность во что-либо. Ну и в целом, это карта такого, знаете, порыва души, порыва эмоций, каких-то бешеных страстей. Король кубков, любитель шумных, веселых компаний, увеселительных заведений, зависимость от чего-либо, то есть от любовных утех, это может быть игромания, увлечение алкоголем, либо даже наркотиками. Повторюсь, это проиграется не для всех, обратите на это внимание. Просто король кубков, это человек, который зависим от ряда каких-то удовольствий. Что ожидает вас в сфере работы? Так, в сфере работы у вас перевернутый дурак. У меня данный аркан очень часто проигрывается, как ситуация повышения по карьерной лестнице. Причем для вас крайне неожиданно. Это если вы работаете по найму. Если вы безработный, то здесь ситуация, скажем так, пройти должным образом собеседования и трудоустроиться. Если у вас свой бизнес, то это перевернуть все с ног на голову и найти какой-то новый виток в развитии вашего дела, вывести ваш бизнес на какой-то новый должный уровень. Как знаете, новая эра, либо новая веха в развитии вашего предприятия. Что ожидает вас в позиции финансов? Замечательный аркан, тройка пентаклей. Помимо того, что вы здесь оттачиваете свое мастерство, свои навыки, вы за это получаете еще хорошие дивиденды. Это карта союза, который приносит вам доход, либо в целом то, что ваше мастерство и профессионализм оценят по достоинству. О том, что вы будете востребованы как мастер своего дела. В целом, аркан показывает прибыль, я бы сказала, прибыль среднюю, потому что все-таки это тройка. Но тем не менее, кошелек ваш не будет пуст. По тройке пентаклей это все то, что вы делаете за делом на будущее, и ваша прибыль будет расти. Что ожидает вас в сфере работы? Упростите здоровье. Перевернутая пятерка мечей это выход из какой-то кризисной ситуации. То есть, если у вас были рецидивы хронических болезней, эта ситуация вас отпустит. Либо это в целом ситуация постреабилитационного периода восстановления здоровья после операций, переломов, либо каких-то тяжелых кризисных состояний. Для кого-то может это восстановление после химиотерапии. Но пятерка мечей говорит о том, что самое худшее осталось позади. То есть, идет ситуация восстановления. То есть, не все так критично, как вы считаете, либо как вы видите. Кстати, вот эти вот два сочетания могут отыграться еще как выход из наркоза для тех, у кого была операция. Что ожидает вас в личной жизни? Вот здесь падает аркан повешенный. Ситуация застоя. Вне зависимости от того, в паре вы находитесь, либо вы свободны. Потому что, если вы одиноки, по этой карте ситуация в мае месяце не изменится. Все останется так, как и есть, без перемен. Если вы находитесь в отношениях, то идет ситуация застоя. Нет какого-то перехода на новый этап. Например, если вы там сожительствуете, здесь по этой карте не будет, например, официального оформления взаимоотношений в мае месяце. Либо в целом все будет идти ровно, без изменений. Если же вы находитесь в состоянии любовного треугольника, то ситуация тоже никаким образом не изменится. Если же вы находитесь в ссоре, то все по-прежнему останется так, как есть. Все, ситуация зависла. Требуется время для ее созревания и выхода на какой-то новый уровень. Ну и какой же совет дают вам карты на мае месяце? Давайте смотреть. Здесь падает перевернутая семерка жезлов. Я вам покажу орган в прямом положении. Минуточку. Чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это знаете, как говорит эта карта? Не так страшен черт, как его молюют. Потому что вот здесь вы, несмотря на какие-то трудности и препятствия, отставить из своей интересы, то в перевернутом положении аркан говорит о том, что возможно в этом месяце пришло время пустить ситуацию на самотек. Поставить все так, как есть. Не вмешиваться. Дать событиям созреть до какого-то нужного либо необходимого уровня. И тогда все пойдет своим чередом с самим собой. То есть самим собой будут разрешаться какие-то проблемные ситуации. либо вы в целом сможете найти выход из каких-то волнующих вас проблем. То есть не загоняйте себя в угол, ничего не бойтесь. Просто отпустите ситуацию, посмотрите на нее со стороны. И тогда вы сами с собой найдете ключевое решение вашей проблемы. Ну вот такой вышел месяц, как по мне, крайне замечательный. Особенно, что касается и работы, и финансов, и общей атмосферы месяца. Да и в принципе в плане здоровья Аркана обещает нам какие-то благоприятные перемены. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Описывайтесь со временем, как у вас ситуация отыгрывается или не отыгрывается. Для тех, кто желает получить индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!